Это мой серьезный рассказ о посещении Перуджи. Более короткий и несерьезный найдете в ссылке сверху или в описании. Посещение Перуджи должно быть неторопливым, медленным, без особой цели, наблюдая за всем, что происходит перед глазами. Так сказал американский писатель 19 века Генри Джеймс. Перуджа – город, богатый древней историей, искусством и монументами. В Перуджи находятся два престижных университета – Университада Листудия, основанный в 1308 году, и крупнейший университет в Италии для иностранцев, основанный в 1921 году, с целью распространения итальянского языка и культуры Италии в мире. А это главная улица города – Корсу Вануччи. Самая элегантная и изысканная. Улица названа в честь художника Пьетру Вануччи, известного как Иль Перуджино. Здесь находятся самые важные исторические здания, театры, магазины, бутики. Также здесь находятся коллеги обмена, полностью расписанная Перуджино со своими учениками, возможно, в том числе и Рафаэлем. С 1498 по 1507 год. Чудом полностью сохранившееся, где находится известнейший автопортрет мастера. Посещение этого шедевра для меня осталось незабываемым воспоминанием на всю жизнь. Фото не мои, так как внутри коллеги нельзя фотографировать. Рядом с коллегией находится Национальная галерея Умбрии. Это богатейший музей, один из самых значительных музеев Италии, посещение которого я оставила на следующий раз. В Средневековье Перуджа, как и вся Северная и Центральная Италия, были вовлечены в политические и военные споры с окрестными городами, как Осизи, Губио и Сиена, но она никогда не была завоевана ими. В начале XI века город был сильным экономическим и политическим развитым центром. В этот период были построены особняки знати, церкви и основан городской центр. Перуджа была абсолютной державой и вся Умбрия поклонялась перед ней. Именно здесь, на площади Пьяца Кватро-Новембре, мы можем увидеть пример той мощной античной городской власти. Эта площадь первоначально называлась Дей-Приори или Старшин. Она всегда была центром гражданской и религиозной общественной жизни Перуджи. Дворец Приори – внушительное элегантное здание, построенное между концом XIII и серединой XV веков. Является великолепным образцом муниципальной эпохи. Готический фасад украшен веерной лестницей. Добавленный более в поздний период. Портал амбрамлен стрельчатыми трифорами, а внизу расположена кафедра, которую использовали для чтения народу законодательных актов. Над порталом XIII века две скульптуры – грифон и лев. Грифон – символ Перуджи еще со времен этрусков. Грифон – мифологическая фигура с телом льва, головой и крыльями орла. Комбинация животных, сочетающая в себе интеллект, агрессию и свирепость. Внутри здания можно полюбоваться старинным интерьером, так называемого «зала нотариусов». Помещения перекрывают семь арок, украшенных изображениями, рассказывающих легенды, библейские истории и заповеди. Фрески XIII-XIV века практически не сохранились, и они в основном дополнены фресками Матео Тасси 1885 года. Но прямо у двери фреска Пентурикио, изображающая Мадонну и двух ангелов. Давайте вернемся на площадь, чтобы полюбоваться одним из главных символов Перуджи. Площадь демонстрирует свою средневековую лебединую песню. Шедевр средневекового искусства. Фонтан Маджоры. Это был главный фонтан города, поэтому он и называется Маджоры. Фонтан Маджоры – самый красивый средневековый фонтан Италии. Да, Рим богат фонтанами, но они эпохи барокко. Да, в Сене тоже на площади Дель Кампо стоит фонтан, и как бы средневековый, но это копия. На реализацию скульптурного цикла фонтана ушло полтора года. Не так уж и много. Фонтан полностью разбирается как лего. Фонтан был реализован в 1278 году по проекту Николы и Джованни Пизано для сбора воды из акведука горы Монте-Пачано. Жители Перуджи прокладывали акведук в течение 20 лет. Сначала водой заполнялись цистерну, а затем снабжались фонтан. Николы и Джованни Пизано, отец и сын, два скульптора, много работали в Тоскане, например, для Дуомо, Сьены, Люки и Пистои. Фонтан Маджоры – это маленькая энциклопедия средневековья. Пришедшие за водой могли наблюдать и изучать важнейшие культурные понятия той эпохи. Верхний ярус украшен статуями святых, библейских и реальных персонажей, связанных с городом и средневековой культурой. Есть политическое послание. Здесь изображены подеста – главы города. Религиозные – Соломея с головой Иоанна Крестителя, сам креститель, указывающий на Агница. Нижний ярус украшен пятидесятью барельефными панно с изображением календаря сельскохозяйственных работ, гороскопом, библейскими эпизодами. Мы видим Адама и Еву, Давида и Голиафа, историками мифологическими, Ромул и Рем, Рим был религиозно-политическим образцом, затем басни Эзопа, волки-ягненок, волки-цапля. На каждый месяц использовали по две плиты, где изображены крестьянские работы, соответствующие данному месяцу, и знаку зодиака. Год начинался с января, где у огня сидят мужчина и женщина. Мужчина держит курицу и чашку, женщина – кувшин и хлеб. Зимой климат не позволял вести работы в полях, и поэтому крестьяне отдыхали. Над мужчиной находится другой мужчина, наполняющий кувшин – это водолей. Затем февраль, месяц рыбы. После идет март, где пастушок вынимает занозу из ноги, а рядом садовник подрезает деревья. Сверху знак зодиака – овен. Мальчик, вынимающий занозу – это образ древней греческой скульптуры, который был воспроизведен во многих римских скульптурах. Мальчик, вытаскивающий занозу. Лос Пинарио. Отсюда приходим к выводу, что Никола Пизано был хорошо знаком с классическим искусством. Потом апрель с тельцом. Потом месяц май с интересным романтическим изображением. Куртуазной любви и охоты с соколом. Рыцарь дарит цветы, а дама держит ястреба. Месяц май – близнецы, человек с двумя головами. Месяц июнь – рак. В августе собирают инжир, а в сентябре давят виноград. В октябре вино в бочку, ноябрь – сеять и молиться. А затем конец года – декабрь, где мужчина разделывает свинью и грузит на продажу в город. Сверху находится козерог. Над фонтаном три женщины, три теологические добродетели – вера, надежда и милосердие. Это единственная часть, не являющаяся средневековой. Татуи после последней реставрации были перевезены в музей, потому что они были испорчены известняком и на их место подместили копии. В нескольких шагах от фонтана Маджоры, рядом с савором Сан-Лоренцо, мы видим элегантную и стройную лоджию под названием «Лоджия де Брачо-Фонте-Брачи». Лоджия построена по воле кондутьера, военачальника Фонте-Брачи до Монтоне, сеньора Перуджи с 1416 по 1424 года. Лоджия состоит из четырех арок, опирающихся на восьмигранные столбы. По второй аркой можно увидеть знаменитый камень справедливости, свидетельствующий об упразднении городского долга в 1234 году. А это савор Сан-Лоренцо, самая важная церковь в городе, которая, как ни странно, обращена боковой стороной, а не фасадом, к самой важной площади, к самому важному фонтану и городской ратуши. Как вы говоря, типа я с вами, но не с вами. Готическая церковь построена между XIV-XV веками, но здесь уже была раннехристианская X века. Фасад не закончен и украшен геометрическим узором из квадрифолии, из розового и белого мрамора, кстати, взятого с собора города Ореццо. Почему Перуджини позволили себе забрать мрамор у Оритини, загадка истории. И фасад собора Ореццо остался незаконченным, и у самих Перуджини не хватило финансовых сил закончить свой. Справа от входа находится кафедра, где проповедовал сам Сан-Бернардино из Сиены в 1425 году. Знаменитый проповедник, монах Бернардино, был очень талантливым и стропопулярным проповедником, поэтому его сразу определили покровителем рекламы и масс-медиа. Слева статуя Папы Юлия Третьего, 16 века, знак благодарности города в восстановлении местного законодательства, ранее упраздненного Папой Павлом Третьим. И вот мы перед фасадом, и видим на нем крюки для мраморной облицовки, запланированный, но так и не реализованный. Заходим. Церковь разделена на три нефа, и так как она готическая, то все нефы одинаковой высоты – 25 метров. Внутреннее убранство было сильно изменено в XIX веке. Столбы покрыты гипсом и расписаны под мрамор. Мрамор поддельный, но душа церкви кирпичная. Оригинальные витражи не сохранились, все витражи XIX и XX веков. В Перуджи есть компания, производящая витражи. А это чудотворная Мадонна, руки самого Перуджино. Это не картина, а фреска на колонне. Чудотворность подтверждают многочисленные эвативные сердца. Здесь Мадонна беременна. Подобное изображение очень-очень редкое. Следующее значительное произведение искусства в соборе – это снятие с креста. Холст художника Федерико Барочи 1569 года, где он динамикой и светотеневыми эффектами предвосхищает стиль барокко. Барочи великолепно использует цвет. Групповая композиция «Жон Мироносец» движением рук указывают на грандиозную драму. Тело Христово, землянистого цвета, спускают с креста. Ноги Христовы принимает апостол Иоанн. Мы знаем его по юношескому виду – белокурые волосы и красный плащ. Что они символизируют? Христос пролил собственную кровь за спасение человечества, а Иоанн представляет собой человечество – молодое христианство, спасенное благодаря крови Иисуса, завернутое в красный плащ, цвета крови Христа, дарящую новую жизнь и веру. С другой стороны, напротив капеллы Барочи, за калиткой XV века, находится реликвия. Эта капелла была реализована после того, как в 1473 году одному немецкому монаху после кражи драгоценного кольца в Кьюзи – Кьюзи находится в 50 километрах от Перуджи – пришлось из-за непогоды задержаться в Перудже. И предприимчивые Перуджини сразу решили, что это знак Божий. А что еще может быть? И в свою очередь они отобрали кольцо у монаха – кольцо самой Богородицы. Сейчас кольцо находится в верхней части алтаря, за красной занавеской. Два раза в году, в июле и в январе, кольцо из Оникса спускают вниз. Алтарь украшает картина «Обручение Мадонны». Копия картины Перуджино, исполненная художником Жан-Батистом Викаром. Честно говоря, это насмешка. Сам Викар возглавлял комиссию по экспроприации величайших произведений искусств из церквей и монастырей Италии во Францию во времена наполеоновского правления. А оригинал картины находится во Франции, в Нормандии. Французы же должны иметь совесть возвратить оригинал Перуджино в Перуджу, а себе забрать картину своего великого представителя неоклассицизма Викара. Правда? Прекрасен и деревянный хор с инкрустациями. Выходя из Дуомо, с правой стороны на площади Пиаца Данти, мы увидим средневековый проход, ведущий к этрускому колодцу 3 века до н.э. Небольшой исторический экскурс. Прекрасная Перуджа, оживленный университетский город Умбрии, был одним из важнейших городов этруского Додекаполя, то есть 12-ти градия. Перузия была одним из 12-ти союзных городов Этрурии. Опытный и внимательный глаз без труда распознает следы этой древней и славной цивилизации в Перудже, в остатках древних стен, порталов и некрополей. Поэтому посещение Этрусского колодца – это настоящее погружение не только в недра земли, но в историю инженерного шедевра гидравлики. А в нашем случае в жаркий июльский день еще погружение в приятную прохладу. Этрусский колодец, построенный во второй половине третьего века до нашей эры, представляет собой цилиндрическую полость и достигает общей глубины 37 метров. Есть две ключевые точки, с которых можно полюбоваться этой необычной структурой. Через окно в верхней части колодца и на дорожке из стекла и железа, расположенной прямо в центре колодца, перед его сужением. Благодаря современной игре света невозможно не быть неочарованными этим древним местом, излучающим тайну, волшебство и изобретательность. Ведь не каждый день случается войти в такое дивное сооружение, которому более двух тысяч лет. Правда? Этрусский колодец входит в музейный комплекс особняка Борбон-де-Сорбелло. Поэтому при покупке билета вам предлагают экскурсию в особняк. Несомненно, нельзя отказаться от такой возможности. Экскурсия примерно на полчаса, где вам расскажут короткую, но интересную историю представителей семьи маркизов Борбон-де-Сорбелло и первого хозяина особняка, угученый третьего Борбон-де-Сорбелло. Здесь мы можем увидеть залы с прекрасными расписными потолками, посвященные семейной библиотеке с редкими книгами, предметы обихода для путешествий, первые путеводители, картины, портреты известных друзей, венецианские люстры, гравюры с изречениями, коробочку с драгоценными пуговицами, изображенных на картине. Парфоровый сервиз конца XVIII века из 400 предметов, которые использовали только один раз. И затем зал, посвященный Ромейн Роберт. Ромейн Роберт родилась в богатой семье с французскими корнями из высшей буржуазии Соединенных Штатов Америки. Ромейн Роберт свободно владела четырьмя языками. И часто с родителями путешествовала по Европе. В 1901 году в Риме она познакомилась со своим будущим мужем, маркизом Руджеро Ранери де Сорбеллу. И это была настоящая любовь с первого взгляда. Говорят, что маркиз в тот же вечер приложил Ромейн руку и сердце. И в 1902 году они поженились. Затем Ромейн навсегда переехала в Перуджу. Ромейн стала активисткой благотворительности, женской эмансипации и социальных программ. В Италии Ромейн увлеклась художественной вышивкой и запатентовала шов Сорбеллу. В 1904 году открыла школу-мастерскую в Пишеллу в поместье семьи Ранери де Сорбеллу. В начале в мастерской работало 8 вышивальщиц, но через 10 лет – 80, а с 1928 по 1933 года – около 150. Работницы не только обучали вышиванию, но и учили чтению, письму и базовым навыкам рисунка. Каждая работница имела свой личный счет в банке, на который ежемесячно поступала зарплата. И это был очень прогрессивный шаг, потому что, как правило, на всех других производствах зарплату женщин получали отец или муж. Также в 1903 году в Пишеллу Ромейн открыла школу для детей с методом Монтессори. Деятельность в мастерской продолжилась до 1934 года. Из-за экономического кризиса в 1929 году и новых законов режима Муссолини в 1934 году мастерская маркизы Ромейн официально прекратила всякую деятельность. Маркиза собрала все образцы непроданной продукции. Намерение, вероятно, было в том, чтобы помешать кому-либо продолжать вышивать в стиле стишка Сорбеллу, не соответствующего требуемым стандартам маркизы, что неизбежно обесценил бы всю работу, выполненную за 30 лет. С тех пор никто не имеет права использовать бренд Шов Сорбеллу. Маркиза умерла в 1951 году в возрасте 82 лет. После землетрясения в 1997 году весь исторический центр города был восстановлен. Если от этрусского колодца взять улицу Виа-дель-Соли, то вы дойдете до Коли-дель-Соли, это самая высокая точка Перуджи, с прекрасной панорамой на пять кварталов города. Отсюда в 30 километрах можно увидеть Ассизи, родину покровителя Италии, Сан-Франческо. В войне между Ассизи и Перуджей Перуджини пленили будущего святого и держали год в застенках. Вернувшись домой, Франческо навсегда отказался от военной карьеры. Спускаемся вниз по длинной улице и окажемся прямо у этрусской арки, построенной сухой кладкой без раствора. Лоджия сверху была пристроена в эпоху Возрождения. Портал выходит на север, и от него начиналась главная улица города – Кардо Максимус. Фриз был высечен в этрусский период. Дата возведения этрусских стен – 220 год до нашей эры. Длина этрусских стен – около 3 километров. При желании, пройдя под этрусской аркой, можно возвратиться обратно в центр по улице Вия Улиссы Рокки. Но я продолжила мой путь. Пройдя мимо университета для иностранцев, я направилась в одно из самых мистических мест Перуджи. Интригующие тайные легенды, связанные с рыцарями-тамплиерами, окружают Перуджу. Перуджа была бочиной тамплиеров. В городе есть три места, относящихся к ордену рыцарей Иерусалимского храма. Улица Корсо-Гарибальди, храм Сан-Микеле Арканджело и церковь тамплиеров Сан-Бевиняте. В церковь Сан-Бевиняте я не попала, но в первые два – да. Улица Корсо-Гарибальди – начальный этап маршрута, связанного с мистикой и эзотерикой тамплиеров. Корсо-Гарибальди когда-то называли «Вье де ла Лунгара», то есть длинная, из-за своей длинной и узкой формы. Позже была переименована в честь Жузеппе Гарибальди, героя итальянского резорджименту. Фигура неразрывно связанная с масонством. Квартал Сан-Анджело в Перудже характеризуется простой архитектурой средневекового происхождения. Дома бесперерывно чередуются один за другим. Порталами, переходами и узкими улочками. Но в задней части находились дворы и огороды. Не надо спешить, будем внимательно разглядывать фасады, и особенно те, у которых очень старинный вид. Если вы последуете моему совету, то обязательно увидите таинственные и увлекательные символы. Как, например, комплекс зданий под номерами 104-106, бывшей церкви Сан-Кристофора XIII века. Остановимся. На фасаде легко узнаем символ масонов, циркуль и наугольник. Затем на доме под номером 165 на верхней части двери увидим символ сульфур философукум, алхимический символ. Еще одна особенность Корсо-Гарибальди – это название переулков, пересекающих главную улицу. Эти названия наводят на мысль, что у дороги к храму было символическое назначение – отправной путь, в котором храм Сант-Анджело был конечной целью – метафорой завоевания мудрости. И вот мы подошли к церкви Сан-Архангела Михаила. Уже со времен этрусков и римлян здесь был храм. Храм находится вдоль так называемой линии Святого Архангела Михаила. Эта линия представляет собой набор точек на земной поверхности, через которые проходит последний солнечный луч на закате летнего солнцестояния. Церковь – это раннехристианский круглый храм в форме греческого креста, посвященный Архангелу Михаилу, святому войну, как рыцаре-тамплиеры, который сражается против дьявола и взвешивает души умерших в судный день. За шатровую крышу храм Сан-Микеле Архангело старину называли павильоном Орландо. Старинная легенда гласила, что Перуджо была в руках ужасного властелина-язычника, который держал в плену в Итруской арке французского паладина Оливери. Доблестный Орландо сразился с язычником и освободил друга. И в том месте, где находился лагерь Орландо, была воздвигнута церковь в честь Архангела, который помог Орландо вовремя достичь Перуджо. Еще в XV веке эту церковь называли павильоном Орландо. Сант-Ангело имеет круглую форму, типичную форму строений тамплиеров, форма, которая напоминает храм гроба Господнего в Иерусалиме и символизирующая небеса. Внутри центральную часть держат 16 колонн римской эпохи с коринфскими капителями разной фактуры. Лапчатый крест или тамплиерский крест можно увидеть при входе на косяке, затем на фреске на шее Мадонны. При желании сам пояс платья образует эффектное Тау. Тау – последняя буква еврейского алфавита, указана в Библии как символ спасения. Любопытно, что на некоторых капителях выгравированы инициалы греческих букв. Около главного входа можно увидеть небольшой каменный квадрат. На камне выгравирован пентакль, то есть пятиконечная звезда, окруженная кругом, и еврейские буквы. Какова его функция в этой христианской церкви? Почему он был установлен именно в этом месте? Символ, связанный с культом Венеры, который в средние века ассоциировался с черной магией. Мистика. От всех этих символов начинает кружиться голова. Можно возвратиться в центр альтернативным путем. Итак, спускаемся вниз к башне, поднимемся обратно к улице Корсо-Гарибальди. И затем свернем направо на Виа Бенедетта или на Виа де Лорондине. После по лестнице на улице Дель Фаджано – Ориоданте Фабретти. И через несколько метров увидим улицу Виа Акведотто, которая является древним римским акведуком, которая стала уникальным пешеходным переходом, который доведет, поднявшись по широкой лестнице, до улицы Виа Майста де Левольте. Первоначально улица Виа Майста де Левольте была проходом, перекрытым внушительными арками. Но в 1534 году здесь произошел страшный пожар, уничтоживший здания городского и религиозного управления. Поэтому здесь можно увидеть остатки свода, арки и бифа XIII века. В этой сети улочек ощущаешь средневековую атмосферу с узкими, темными, высокими и доминирующими переулками. Улица получила свое название от величественной фрески, от огромной фрески, украшающей здание главы города под Истым. В 1335 году написанную мастером величественных сводов. И позже уничтоженной пожаром в 1534 году. Эта крошечная площадь умиляет своей атмосферностью. Но фонтан, который мы видим, не средневековый, а современный, стилизированный. Но он идеально интегрируется в исторический контекст. За фонтаном 1928 года открывается прелестный дворик. Этот городской уголок является одним из тех мест, которые больше всего остаются в памяти посещения средневековой Перуджи. Переходим в центральную площадь, 4 новембре. Спускаемся на площадь Матеотти. И вниз по улице Виа Бальони к остаткам грандиозной фортификации Рока Паулина. И через портал Порта Марция мы попадаем в настоящий подземный город. И вот я в недрах Перуджи, в роке Паулина XVI века, построенный по воле Папы Павла III, архитектором Антонио да Сангало младшим. В голове Папы Павла III еще были живые воспоминания об ограблении Рима в 1527 году. Поэтому идея фортификации заключалась в том, чтобы сделать город более безопасным и создать эффективное убежище, каким был замок святого ангела в Риме. Работы шли очень быстро. Фортификация была завершена всего за три года. Был снесен целый квартал могущественной семьи Бальони, сеньоров Перуджи, ненавистных Папой. Таким образом, квартал, а более правильно назвать Борго, с более чем сотней домов, церквями и монастырями сравнялись с землей для получения строительного материала. Были срезаны башни, стерты улицы и дворы. И старинный Борго-Сан-Жулиано был практически полностью разрушен. Новая фортификация Рока была окружена большими рвами. В ней размещались солдаты, лошади и оружейные склады. А сверху доминировал папский особняк, богато декорированный лепниной и фресками. Строительство Роки способствовало реорганизации центра города. Была предусмотрена ликвидация многих темных улиц, переулков, подозрительных мест, где могло распространиться народное восстание. В середине XVI века могучие габариты Роки-Паулины нависали над Перуджией и проектировали на город свою угрожающую тень. Перуджия и Перуджини чувствовали эту папскую неприязнь. И после начинается длительный период упадка города. Пока, в 1860 году, после присоединения Умбрии к Королевству Италии, не снесли этот ненавистный символ папской власти, оставив только подземную часть. Сегодня этот подземный квартал используется для культурных мероприятий, выставок и ярмарок. Это что-то наподобие города в городе. Из верхней части Роки-Паулины на экскаваторе мы можем спуститься до улицы Вия-Луиджи-Мази и, пройдя мимо отеля Сангалло, дойдем до круглого перекрестка со скульптурой Гарибальди. И по улице Вия-Гулельма-Маркони направимся в так называемый квартал Борго-Белло. Во всяком случае, мы проделали такой маршрут, потому что ночевали в отеле Сангалло. Почему надо посетить Борго-Белло? Потому что в нескольких сотнях метров от центра Перуджи находится базилика Бенедиктинского монастыря Сан-Пьетро. Старинный монастырь был основан около 996 года. Но в подземельях монастыря нашли остатки фундамента времен императора Константина. В любом случае, центральный неф граничит колонной римской эпохи. И за свою тысячелетнюю историю монастырь много раз расширялся и перестраивался. Базилика настолько богата произведениями искусств, что конкурирует с Национальной галереей Умбрии. Самые известные авторы художественных произведений, во всяком случае, которые я определила, это знаменитые Вазари и Гварчину. Затем здесь находится одно из самых больших полотен по размеру, четвертое в Европе и второе в Италии. Триумф Бенедиктинского ордена. 90 квадратных метров, расписанные рукой художника Антонио Васи Ласкеса. Затем прекрасный деревянный хор, изготовленный неким Стефано из Бергама. Естественно, в Перудже не могли обойтись без моих бергамасков. После в церкви справа от хора находится самый старинный орган в Италии. Монахи аббатства утверждают, что у них есть документ, датированный 1463 годом, где упоминается этот музыкальный шедевр. В апсидной части базилики вас ждет сюрприз. Скромная дверь, открыв которую прекрасная панорама холмов Умбрии. Справа вы увидите автограф самого Нобелевского ауриата по литературе 1906 года Джозуэ Кардучи. Внутри комплекса есть любопытное место – монастырский сад. Это уникальная живая структура, которая воссоздает гармонию и союз ботанической традиции аббатства. Что предусматривал строгий устав святого Бенедикта для монастырских садов и огородов? Монах должен работать в саду и в огороде. На это было две основные причины. Первая – смирение, работать и творить руками. Вторая – добыча еды из огорода и сада, а также были необходимы лекарственные травы. Работа в саду и в огороде была как молитва, ведь работать в сельском хозяйстве значит участвовать в созидании, и поэтому работа в саду является определенной формой молитвы. Внутри этих монастырей всегда находился колодец и иногда даже дерево. Почему? Большое дерево, откуда берут начало четыре маленьких ручья, символизирует четыре реки Ветхого Завета. На центральную роль Бога в сотворении. Поэтому это место для размышления. Монастырский дворик создан не для простой беседы, а для осмысления и медитации. А в центре – дерево или колодец – образ тотальности Бога. Не испугайтесь, монах алхимика! Обратно по пути мы зашли в базилику Сан-Доменико. Когда переступаешь порог этой церкви, огромное белое пространство уносит мысли и тело. Малочисленные декоративные элементы практически теряются в этом аскетическом просторе. Основная часть декора сконцентрирована в апсидной части. На этом мою экскурсию и посещение Перуджи заканчиваю. Несомненно, на Перудже необходимо минимум два-три полных дня. Поэтому, Перуджа, я с тобой не прощаюсь. Надеюсь, что мое видео проявило у вас интерес. Увидите этот прекрасный город, и подобная экскурсия поможет вам в этом. Заканчиваю словами великого поэта Кардуччи. «Гранде, austера, verde, дали montagne degradanti in cerchio, l'Umbria, guardа». Субтитры создавал DimaTorzok